Про алкоголь. Давайте с вами про него поговорим, потому что вчера, когда у нас родилась дочь, очень большое количество людей мне написали о том, что Миша, как же ты не будешь пить алкоголь? Ты не будешь с друзьями сегодня отмечать и веселиться? Я ответил нет. Подержав после партнерских родов дочь своей в руках, поехал домой и продолжил работать. В мой день ничего такого особенного в моем дне не произошло, что вот чем бы он отличался от всех остальных. Да, у меня просто родилась дочь. И я безмерно счастлив, я безмерно этому рад. Я искренне говорю правду, но это не повод. И я хотел бы об этом подробно поговорить, и я знаю, что возможно кому-то я помогу сейчас принять некое решение, возможно, перестать употреблять алкоголь. Что произошло со мной? Я никогда алкоголиком не был, но я пил алкоголь, и это было так, что мы собирались с друзьями где-нибудь в кафе, или я ходил с женой в ресторан, или это просто, например, был пятничный вечер, я приходил домой и выпивал немножечко виски, или какого-нибудь хорошего пива с куском пиццы, или может быть какого-то вина, неважно. Но у меня алкоголь регулярно был в моей жизни всегда. Бывало, что и каждый день. Но я не был алкоголиком. Я выпивал всегда немножечко и совсем чуть-чуть. И в один день я перестал это делать. Так что же со мной произошло? Друзья, примерно два с половиной месяца назад, может быть три, я потерял полностью все свое ресурсное состояние. Я потерял всю энергию на работу, и мне не хотелось сделать в этой жизни вообще ничего. Я просыпался утром, просто открывая глаза, я просыпался, и я был уже уставший. Просто проснулся, и все, и тебе уже не хочется ничего. Ни о каком целеполагании, тайм-менеджменте, ни о чем не должно было идти и речи. Я просто уставший был всегда. Мне было лень все делать. И я начал копаться, начал разбираться. Нет, нет, ни в коем случае речь не пойдет, знаете, вот только про алкоголь. Что я перестал пить алкоголь и стал сразу суперресурсным. Но очень важный момент я все же вам расскажу. Я начал изучать разные истории с позиции здоровья, с позиции психосоматики, с позиции какой-то психики, с позиции опыта моих друзей и знакомых, кто перестали пить алкоголь. Я начал общаться с теми, кто находится в ресурсе, по моему мнению. Я спрашивал у них советы, как они себя чувствуют, и почему они такие бодрые, так сказать. Откуда они берут эту энергию. Я столкнулся с такой историей, возможно для многих это будет новое, когда речь идет о слове митохондрии. Если вы не знаете, то если представить нашу клетку, вот как вот мои две ладони, то внутри этой клетки есть митохондрии. Это маленькие такие вот маленькие станции, электростанции, которые дают нашему организму энергию. Благодаря чему я вот даже здесь сижу. Благодаря чему мы дышим, благодаря чему работают наше сердце, легкие мозги, все тело. Все благодаря митохондриям. Митохондрии не могут работать, если происходит интоксикация организма. В данном случае, что со мной происходило на регулярной основе. И я сейчас не могу сказать вам о том, что, друзья, перестаньте пить алкоголь, и у вас будет энергии литься через край. Нет, ни в коем случае, зачем я буду врать? Но это очень сильную роль сыграло в моей жизни. Я никогда себя так хорошо не чувствовал вообще. При этом я абсолютно сейчас чист, тресл. В моей крови нет ни грамма чего-то такого запрещенного. Я не пью алкоголь 36 дней. Поначалу было тяжело, честно скажу, потому что было обычно уже привычное состояние. Ты приходишь домой, берешь бокал виски, выпиваешь вина и все. А сейчас нет, я просто не хочу. Представляете? И знаете, наверное, есть человек в моей жизни, который сыграл здесь все же такую важную роль. Это моя жена. Потому что она никогда не пьет алкоголь. И я всегда удивлялся в этот момент. Я говорю, Крис, ну почему ты не пьешь? Почему ты не пьешь алкоголь даже на праздники? Я на мне всегда говорил, Миш, мне очень тяжело потом, например, заниматься спортом и восстанавливаться, входить в свое такое энергетическое, ресурсное, хорошее состояние. И я сейчас ее понимаю. Для меня стал страшен не сам алкоголь. Мне абсолютно не страшно его выпить. Возможно, даже я ее выпью и получу от этого невероятного удовольствия. Расслаблюсь. У меня слегка подкружатся мозги. И я подраслужусь в диване. И все. Но очень важный момент. На следующий день ни о каком ресурсе речи быть не может. То есть, если бы вчера у меня родилась дочь, она у меня родилась вчера, и я бы набухался вечером, то весь сегодняшний день я был бы в полудохлом состоянии, с нежеланием делать вообще что-либо, а у меня есть цель. Друзья, мне нужно снимать каждый день блог, каждый день делать выпуск. У меня есть дочь, которая должна давать энергию. У меня есть работа. У меня есть мой бизнес, которым я хочу заниматься, и я должен туда вкладывать свою энергию. Поэтому маленький бокал виски, вот немножечко, вот столько, выбьет меня на один день. А это для меня страшно. Вот и есть причина, почему я не пью.